Итак, два слова про меня и про DateArt. DateArt, как, наверное, большинство из вас знает, если ходите на ITTOK, занимается разработкой программного обеспечения на заказ и занимается этим уже 21 год. А я уже 20 лет как работаю в компании. Я был частью первого офиса, который родился в Санкт-Петербурге в 1998 году. И случилось это на год после того, как компания возникла в Нью-Йорке в 1997 году. DateArt начался как компания, которая делала много чего, там и стартапы, и сервисные проекты. Мы прошли через множество кризисов. И с 2001 года, после самого большого кризиса даткомов, когда от нас ушли или умерли все клиенты, потому что с этого рынка активно ушли деньги. Мы тогда собрались духом, возродились. И вот с 2001 года мы неуклонно растем. Сейчас компания работает 2600 человек. У компании там обороты уже существенно за 10 миллионов в месяц, где-то там за 140 миллионов в год даже будут 100% в этом году. И мы собираемся делать все то же самое и дальше. И сегодня моя тема неразрывно связана с тем, что же заставляет меня 20 лет работать в одной и той же компании, почему мне интересно, какие наблюдения я вынес за все это время. И я постарался их скомпилировать вокруг одной единственной идеи, вокруг идеи ВУКа мира. Но сразу хочу предупредить, что ВУКа – это удобная аббревиатура, чтобы поискать в интернете источники вдохновения, посмотреть, что о чем. Но основной контент сегодняшней презентации – это отсебятина. Это то, что я придумал, то, что у меня резонирует, это перепевы каких-то моих старых идей и новых соображений. Поэтому не ищите глубокой теоретической связи. Это, по-моему, и хорошо, потому что, если вы потом про ВУКу поищите в источниках другую информацию, вы получите множество других идей, источников вдохновения, что самой по себе полезно. И хочу поблагодарить все аудитории во всех городах, где я выступал до этого. Вы видите третью версию презентации, существенно переделанную. Экспериментировал я на своей любимой аудитории в Харькове, где, собственно, эти токи родился, и где самый непосредственный диалог. Там был набор разрозненных идей, после чего он был перерихтован и стал более связанным и для выступления в Херсоне и Одессе. И сейчас еще одна версия презентации в Днепропетровске, во Львове, после чего уже я перестану выступать с этой песней. И переработается это все в наш внутренний вебинар. А я буду придумывать что-нибудь другое, чтобы приехать в следующий раз. Поэтому это, наверное, последняя, самая скомпонованная версия рассказа, за что спасибо предыдущим аудиториям. Итак, что же такое VUCA и из чего она состоит? Это акроним, состоящий из первых букв, четырех слов, которые описывают сегодняшний мир с какой-то стороны. Первое VUCA – это volatility, это изменчивость мира. Это когда что-то быстро осциллирует, быстро меняется. Вчера было так, сегодня по-другому, потом опять так, потом опять по-другому. Поэтому это колебательный процесс. Я потом поподробнее про все это расскажу чуть-чуть. Следующее UIT uncertainty – это неуверенность или неопределенность. Неопределенность даже лучше. Это про то, что системы сейчас становятся сложными, обрастают обратными связями. Когда в системе много обратных связей, особенно положительных обратных связей, которые усиливают, то предсказать поведение этой системы довольно трудно. Наверное, все сталкивались с тем, как трудно настроить звук иногда бывает на концертных площадках, там всякие запилы. Но это следствие положительных обратных связей. Вот неопределенность, она связана именно с этим. Следующая буква – это C, это complexity, сложность. Но сложность скорее в смысле запутанности. И последняя ambiguity – это двусмысленность или неоднозначность. Это когда мы не можем четко понять или трактовать сообщения, которые мы получаем, и в результате мы вынуждены догонять, что же имелось в виду, и рискуем при этом ошибиться. Чуть-чуть подробнее обо всех этих понятиях. А все вместе эти понятия были собраны американскими военными, когда они пытались подготовить свои войска к более успешному ведению операций в Ираке еще во время Первой войны. И с тех пор это преподается, потому что народ переехал в чуждую, меняющуюся, непонятную среду с непонятными делами. Сражаться было неудобно в такой ситуации, когда врага от друга отличить трудно, линии фронта отсутствуют и все такое. И поэтому они придумали специальные программы обучения, которые повышали эффективность действия военных в этих условиях. С этими программами моя презентация, опять-таки, ничего общего не имеет. Они интересны сами по себе. Кому любопытно, пойдите, покопайте. Я буду рассказывать про существенно более медленные вещи, которые более применимы, без каких-то тренингов, которые могут в вашей голове поселиться, как какой-то мыслевирус, и потом научиться эффективнее действовать вот в этой самой в укосреде. Итак, первое слово «волатилити». В первую очередь мы ассоциируем «волатилити», когда слышим этот термин, изменчивость с финансовыми рынками. Я узнал о нем точно так же. Вот здесь портретик Дмитрия Соголова, одного из наших первых клиентов после эпического кризиса. И благодаря этому клиенту у нас появилась финансовая практика, у которой сейчас 40% оборотов от всей компании. Мы обслуживаем в основном инвестиционные финансы. И я ему бесконечно благодарен. Но когда он приехал к нам, мы ничего про финансовые рынки толком не знали, кроме того, что они существуют, и там что-то происходит. И вот он рассказывал. Здесь такая типичная картинка, как колеблется стоимость какого-нибудь актива на рынке, акции какой-нибудь компании. И есть характеристика, волатильность данного инструмента финансового. И Дмитрий рассказал нам, что если уметь предсказывать волатильность на несколько процентов, хотя бы на пару процентов лучше, чем остальные, то сделать из этого огромные деньги вообще никакая не проблема. Даже полпроцента позволяют заработать миллиарды. Это было интересно, потому что, с одной стороны, Дмитрий подчеркивал, что финансовый рынок такой умный, такой интенсивный, в нем столько хитрых разных инструментов, что они позволяют из чего-то достаточно эфемерного сделать большие деньги, потому что есть специальные механизмы, которые это позволяют делать. А для меня это было еще очень интересным наблюдением, потому что это была классная иллюстрация того, что если что-то быстро меняется, понятно, с этим сложно работать. Но можно пытаться не бороться с этим, можно пытаться не каким-то образом справиться с этими изменениями, а просто пытаясь даже предсказывать природу этих изменений, можно уже делать деньги, можно делать бизнес, и это само по себе очень интересно. Поэтому волатильность сама по себе, она неплохо, не хороша. Это свойство окружающего мира, с которым можно эффективно работать. Следующая штука – это ансетенти, как я уже говорил, неопределенность. И когда пишут всякие статьи, обычно говорят, что это неуверенность наша в чем-то. Но неуверенность, она скорее, например, какое-то эмоциональное состояние. Мы в чем-то неуверены, а может, но по-другому. Вообще, вулк и мир нас эмоционально делают неуверенными все время. Поэтому мне больше нравятся слова неопределенность или перевод, потому что это очень фундаментально. И здесь я хочу остановиться на паре иллюстраций. Первая иллюстрация, она из моего прошлого. Я учился физике когда-то, и поэтому теперь помню какие-то обрывки и люблю ими иллюстрировать какие-то свои рассказы. Хотя, конечно, глубокое понимание, наверное, научное я уже подрастерял. Но тем не менее, есть в физике такой принцип неопределенности в квантовой механике. И он говорит о том, что невозможно измерить координаты и импульс квантовой частицы с бесконечной точностью. Почему так происходит? Потому что квантовые частицы, они самые маленькие. Ничего меньше уже нет. И там уже энергия сливается вместе с материей. Вот дробить нельзя. А что такое измерение? Измерение — это воздействие. Поэтому, когда мы пытаемся померить, мы действуем. Обычно, когда мы меряем что-то большое, мы действуем на него чем-то маленьким и узнаем. Градусник поставили себе, градусник маленький. Наше тело большое. Градусник принял температуру тела. Потому что тело при этом немножко остыло, но этим можно пренебречь. На квантом уровне пренебречь процессом измерения не получается. Измеряем и искажаем. И, меряя очень точные координаты, мы меняем импульс, пытаясь измерить точный импульс, меняем координаты. Мы получили вот такую плохо предсказуемую обратную связь в самом процессе измерения. И поэтому мы не можем получить однозначные данные. Это фундаментальная штука. Это свойство микроуровня нашего мира. Один из источников принципиальной непредсказуемости нашего будущего. Почему там демон Лапласа не работает, и почему наш мир недотерминирован. Но, тем не менее, для меня в рамках сегодняшней лекции это очень интересно тем, что действительно, как говорят в менеджменте, мы не можем управлять тем, что не можем измерять. Однако, сам процесс измерения вносит существенные изменения. И я очень много наблюдаю в реальной практике, когда, пытаясь измерять какой-нибудь бизнес-процесс, мы можем очень быстро его повредить. Ну, или бизнес-процесс, если людям таки надо делать дело, начинает игнорировать наше измерение и подстраиваться не под то, чтобы быть хорошо измеряемым, а под то, чтобы хорошо выглядеть в наших измерениях, но не сильно меняться при этом. Вторая штука, она совсем из другой области. Она морального толка. Иллюстрация здесь, она должна вести нас к известному Каану про самурая, там с монеткой, с двумя орлами. Вы можете поискать его в интернете. Но я приведу другую иллюстрацию, которую независимо придумал еще до этого. Она, мне кажется, чуть-чуть ближе к нашей аудитории. Итак, допустим, вы проходите какой-то тренинг, там учитесь в какой-нибудь бизнес-школе на курсах и вам предложили какую-нибудь симуляцию игровую. И у вас есть команда из 10 человек, а всего учатся 100 человек. И таких 10 команд есть. Выбрали вас совершенно случайно и вашу команду, и вас капитаном. Абсолютно случайно. Например, ну вот вы капитан, вы приходите к своей команде, да? Вы можете, например, сказать, я знаю, что все было совершенно случайно, поэтому при прочих равных я вынужден вам сказать, что наши шансы на победу 10%. Это, в общем, похоже на правду. Вы сделали лучшее умозаключение, какое могли, но это не очень вдохновляющее. Допустим, у вас не очень такая sophisticated публика, да? Ей хотелось бы веровать в что-то большое. Но вы можете прийти и сказать, ребята, я смотрю, нам очень повезло, вы такие все крутые, а я знаю пару хаков в этой игре, и мы выиграем с вероятностью на 50% плюс, если поднапряжемся и сделаем всех наших конкурентов. У нас лучшие шансы здесь, я это знаю. Может быть, это рассуждение поднимет дух вашей команды. Допустим, что это так, и в этом случае вероятность действительно поднимется. Ну, вряд ли до 50%. Но она существенно поднимется. Допустим, все остальные сделают то же самое. Тогда у вас будут те самые 10%. Окей, вы сказали неправду. Но если при этом вы придете и скажете правду изначально, у нас 10%. А остальные сделают вдохновляющее упражнение и повысят шансы своих команд, то шансы ваши будут процентов 5, а то и ниже. И вы все равно сказали неправду. Потому что вы сказали 10%, а получилось хуже. Это вот ужасная фигня. Если копать в этом направлении дальше, то можно дойти до тех же соображений про квантовую механику, про эволюцию квантовой системы, которая идет по всем возможным траекториям. Там одно поле вероятности. И пока не померял ничего сказать про то, как она эволюционировала, нельзя конкретно. Только мы можем наблюдать конечный результат. У нас хорошо кончилось или плохо. А вот то, что было, оно звучит очень по-разному. Но вот эта вот неопределенность современных сложных систем, она возникает очень много раз. И я об этом могу долго рассказывать. Мы еще вернемся к таким неопределенностям, я думаю, еще не раз по мере сегодняшнего рассказа. Следующая штука про комплексити. Это сложно, сложность очень просто объясняется. Я не буду объяснять это разными, сложно, это в нашем переводе трудно и так далее. Вот запутанность — это хорошее определение. У нас есть введенный там давно-давно Джорджем Миллером принцип 7 плюс минус 2. Это количество объектов, за которыми мы можем следить натурально, которые мы можем считать, не считая, которые мы можем отличить от другого похожего количества объектов чисто визуально. Это свойство нашего мозга, оно исследовано в разных направлениях. Это, конечно, не точное измерение, но это хорошая иллюстрация. Очевидно, что чем больше объектов вокруг нас, если они еще движутся, если они еще разнородные, нам очень трудно удерживать их в своем поле внимания. Нам нужны какие-то упрощения, траектории. Наверное, если кто-то любит смотреть всякие ролики про разные иллюзии, еще про что-то очень впечатляющее, ролики, где, когда быстро подбрасывают предмет, а потом не подбрасывают, мы все равно видим, что его подбросили. Потому что наш мозг, он задалбывается следить за чем-то быстро движущимся, когда много всего происходит, и пытается нам дорисовать картину для того, чтобы мы могли с ней работать. Вот запутанность — это ровно про это. Когда частей становится много, когда вводных становится много, наш мозг не справляется натуральным образом, он требует использовать внешний носитель, бумажку, какие-то математические подходы. А математика — это, в общем, с моей точки зрения, существенную, доминирующую свою часть — это развитие специального языка, который позволяет удобно и компактно записывать сложные соотношения, сложные выводы и всякое такое. Это еще до компьютерный внешний носитель, базирующийся на интересном языке. И в силу вот этих ограничений, поскольку мы влезаем во все более крупные, сложные проекты по мере нашего роста, мы пытаемся там отвечать за все более крупные коллективы, мы сталкиваемся с этой самой запутанностью. Ну и последнее, неоднозначное, следовусмысленность. Это, там, интересная вещь, наверное, все следили за знаменитым мемом, который циркулировал по сети по поводу цвета платья. Он очень интересен тем, что мозг подставляет разный контекст освещенности, и поэтому люди совершенно искренне спорят о том, какого же оно цвета на самом деле. Или я там люблю всякие речевые неоднозначности. I am a huge metal fan, да, и me too. Вот показывает, что в зависимости от того, о чем вы последний раз говорили, вы одно и то же можете понять совершенно разным образом. Наверное, все мы и в быту, и в разных ситуациях сталкивались с такого рода неоднозначностями. Последний раз я задуплял, когда приехал в Украину, на слово «пыльный» на объявлении в аэропорту. После некоторых раз я понял, что надо быть пыльным в другом смысле, чтобы враг не прошел. Хотя, как бы, там, после гуляния по типичным вуково-аэропортовым, мне казалось, что это про другое. Это все время с нами случается, все время нужно себе мозг возвращать в понимание, в каком контексте та или иная вещь написана. Итак, мы примерно разобрались с тем, что такое вука, я надеюсь. Есть какие-то вопросы? По понятиям. Хорошо, нету. Что же плохого здесь происходит? В чем, собственно, проблема? Почему я собираюсь об этом рассказывать еще минут 50, как минимум, потом отвечать на вопросы? Я могу сказать, что проблемой здесь является то, что мы, когда сталкиваемся с вукоситуациями, когда оказываемся в каких-то существенных частях вукистости мира, который нас окружает, мы склонны чувствовать себя плохо. Я использую разные такие мысленные формулки. Парочка из них включена в сегодняшнюю презентацию. И вот это самая, наверное, главная формула, по-русски она звучит, ответом на вопрос, чего хотят люди. Я много раз задавал этот вопрос. В Украине от менеджеров я чаще всего слышал ответ бабла, они хотят чего же еще. Но на самом деле это все выхолощивает и упрощает. Самая рабочая формула – это люди хотят чувствовать себя лучше. Это очень важный момент. В нашем поведении по большей части обуславливается желанием чувствовать себя лучше. Вот в луко-ситуациях мы чувствуем себя плохо. И если мы неопытны, если мы действуем подсознательно, мы стремимся с максимальной скоростью, как здесь нарисовано, методом градиентного спуска, как можно быстрее из этой ситуации выйти. Это не всегда эффективно. Ну, как бы одна из иллюстраций. Например, вы идете по темной улице и слышите приближающиеся шаги сзади. И у вас есть небольшая вероятность, что вас хотят огреть по голове. И есть большая вероятность, что просто кто-то торопится такой же мирный, как вы. Ну, есть два способа. Можно ускорить свои шаги, пытаясь минимизировать относительную скорость. Можно повернуться и посмотреть, как бы там, и разрешить неприятную ситуацию. Ну, вот кто как себя ведет, да, это сильно зависит от природных пристрастий человека. Но в реальном мере зачастую вот так по-быстрому все разрешить оказывается неэффективным. Здесь у меня еще картинка, которая отсылает вас к известному эксперименту и маршмейл-тест. И есть сейчас какие-то книжки написанные по этому поводу, там, не тянитесь за печенье или что-то такое. Я забыл точное название по-русски этой книжки и даже по-английски книжки, которая написана на основе этого эксперимента. Я даже никогда не читал исходную книгу. Я читал про нее всякие отзывы и не претендую на то, что я проверял ее научность. Но тем не менее утверждается, что вы в детстве наблюдали за большим количеством людей и им предлагали поучаствовать в эксперименте. Им говорили, что вот вам зефирка, если не возьмешь ее, ну, это ребенку там, по-моему, трех-четырех лет говорили, то через там полчаса дадим две зефирки. Ну, как я понимаю, предполагается, что все дети любят зефирки и, соответственно, наблюдали. Есть дети, которые не могли сдержаться, хватали зефирку и съедали ее, а есть дети, которые терпели, чтобы получить две зефирки. И согласно результатам этого исследования получилось, что те дети, которые терпели, они оказались существенно более успешны. Я могу сказать, что у меня вот в детстве, ну, не в детстве, в юношестве, наверное, были приходы, и я пытался не то, что там за зефиркой, я пытался вообще не быть рабом своих желаний и ничего не делал просто так. То есть не позволял себе никогда не взять кусок со сковородки, даже в туалет не позволял себе сходить, когда хочу. Вот, потому что надо похотеть, а потом уже действовать, согласно расписанию, потому что надо контролировать свои желания. Не знаю, содействовало ли это каким-то моим успехам в дальнейшем, но я очень хорошо понимаю, о чем в этом эксперименте идет речь. И вот самое интересное, что такое желание вот побыть в каком-то некомфортной ситуации, поисследовать, что же там находится, оно появлялось у меня много раз, и много раз я наблюдал, что оказавшись в такой некомфортной ситуации, я вижу, там все находятся в некомфортной ситуации, а поскольку мне прикольно, я привык, я получаю там конкурентные преимущества. Поэтому зачастую посидеть поглубже в вукомире, понимая, что он такой и есть, не бежать оттуда. В данном случае я про вукомир говорю разные ситуации, пространство, роли, еще что-то. Это огромное фазовое пространство с конечным числом измерений, но где-то возникают области менее комфортные, более неопределенные. Вот если там научиться хорошо жить, там ниже конкуренция, и там можно добиваться успеха. Это, в общем, про то, про что сегодняшняя презентация. Это как добиваться успеха, если приспособиться к этому вукомиру, и как это можно делать. Я про это сегодня пособираюсь порассказывать. Это не какая-то стройная картина, это кусочки, но более не менее связанные, которые я считаю полезными. Ну, прежде всего, какие мы ошибки делаем в вукомире? Примеры. Мы используем нерелевантный контекст зачастую. Ну, кроме смешных вот оговорок, мисинтерпретации чего-то, что мы увидели. Мое типичное наблюдение в нашем бизнесе. Команда начинает делать какой-нибудь проект. И требования, как водится в начале проекта, не полны или противоречивы, а обычно и то, и другое вместе. И возникают какие-то гэпы, неоднозначности, которые нужно заполнить. Или есть некая свобода. Можно делать вот так, вот так, выбрать эту платформу, этот фреймворк или другой. Нужно принять какое-то решение. Откуда приходят чаще всего решения? Вот по моим наблюдениям, очень редко команда идет и пытается получить релевантную информацию. Чаще всего решения приходят в связи с последним проектом, в связи с последней конференцией, куда ездили, в связи с последней платформой, которую смотрели или еще что-то. Последние впечатления в огромной степени определяют решения в начале проекта, где высокий уровень неопределенности. Это не означает, что это само по себе обязательно плохо. Это может быть плохо или может быть хорошо. Но это снижает вероятность того, что мы попадем в цель. Потому что очевидным образом наши впечатления никак не были связаны с природой этого проекта. Это два совершенно несвязанных объекта. Когда они взаимодействуют, мы увеличиваем степень неопределенности в конце, и тем самым вероятность ошибки увеличивается. Инерция. То же самое. Какой процесс клонирует команда? Чаще всего по инерции последний, который был. Не потому, что он подходит здесь, а потому что просто мы к нему привыкли. Огромное количество вещей в компаниях делается, потому что делалось всегда. Я вот сейчас, наблюдая рост компании с 5-7 человек до 2600, я могу сказать, что любой процесс обрастает теми людьми, которые пришли в компанию, когда этот процесс уже был. Если они пришли этот процесс сделать, то они свой смысл жизни видят в поддержании этого процесса. Зачастую они не помнят, почему процесс появился, для чего он предназначен, и просто продолжают его поддерживать. И крушение этого процесса, оно выглядит чем-то очень травмирующим. С моей точки зрения, как раз топ-менеджмент, он отличается от менеджмента, как это называют, среднего звена, или от исполнителей, тем, что видит количество вещей, которые можно изменить. Потому что чем дальше от топ-менеджмента находятся сотрудники, тем больше вещей они видят неизменяемыми. Это не какой-то там критерий, это феномен, который я наблюдаю. И согласно вот этому феномену, наверное, можно пытаться отличать одних от других, но это не означает потенциал. Может быть, в данном случае, бытие определяет сознание. Дальше. Незрелые решения. Незрелые решения – это, наверное, одно из самых болезненных впечатлений в моей жизни. Потому что самую эпическую ошибку, менеджерскую ошибку, которую я делал в дейтарте, я вместе с коллегами совершил именно в связи с незрелым решением. Мы пытались после того, как вышли из первого, из самого глубокого кризиса, придумать, как делить свежеобразовавшуюся прибыль в компании. Это было сложной темой, хотя вроде как уже часть из нас там побывала на МБИ, их там получила какие-то финансы, но все более-менее представляли себе хотя бы на пальцах, как работает компания. Но тем не менее, понятно, что задача о справедливом разделе, там, прибыли или вылью, которую создает компания, эта задача, в принципе, нерешенная в мире, как бы, да, и решить ее в отдельно взятой компании наивным интеллектуальным усилием было, в общем, попыткой полной благородного безумия, но обреченный. Самое интересное, что мы не выбрали какое-то компромиссное мирное решение, не решили скопировать внешний мир, считая, что внешний мир, он знает про то, как правильно поступать. Нет, мы верили в нашу неукротимую интеллектуальную энергию и решили, что мы сейчас что-то придумаем. Придумывали, придумали. Естественно, пока были в хорошем состоянии, ничего не придумали, а собирались мы в Нью-Йорке, за это время мы несколько раз поужинали, потратили деньги на билет и все. А времена, когда денег в компании было очень мало, были еще совсем свежи, поэтому нас мучила совесть. И вот по дороге в аэропорт мы придумали конфигурацию. Давайте делить прибыль следующим образом. Треть раздадим сотрудникам, треть акционерам, а третий инвестируем в компанию. Симметрия, красота дураков. Выглядело это шикарно. И более того, из-за того, что мы все это придумали, мы сразу сказали, окей, решили. И разлетелись по домам. Значит, сразу что-то пошло не так, потому что, ну как же он работает на самом деле, да? Сейчас-то я это чувствую уже там мозжечком, спинным мозгом и так далее, да? Тогда это было как раз первый раз, когда я это мучительно наблюдал. Что сотрудникам раздать треть легко. Бонусы раздали, да? И более того, сотрудники благодарные люди. Они начинают от этого даже, в общем-то, с энтузиазмом трудиться. Компания начинает расти. И инвестировать в нее приходится столько, сколько нужно для того, чтобы поддержать рост. После чего акционерам нужно еще доложить немножко. Ну, хорошо, что акционеры у нас добрые. Сотрудники, в общем, тоже во всех компаниях в наших широтах привыкли, что начальство, оно не всегда адекватно, да? И то, что обещают и устраивают, нужно делить на 10 и жить своим умом. Поэтому и сотрудники простили, что мы систему этого профит-шаринга первую наивную замяли. И акционеры не обиделись, потому что вроде сами решали, сами придумывали, самим расхлебывать. Но феноменально то, что система просуществовала 9 месяцев, да? И потом пришлось ее там вот так заминать, трансформировать и все такое. А просуществовала она так долго, с моей точки зрения, хотя уже все наблюдали месяц за месяцем в финансовых репортах, что она так не работает. По единственной причине. Потому что мы так мучились, принимая это решение коллективно, и так нам полегчало, когда мы его приняли, что потом никому не хотелось раскачивать лодку и его атаковать. Это вот ужасный опыт. Я до сих пор его везде рассказываю. Это было давно, это мы пережили. Но для меня это всегда такой ремейдер. Я о них потом расскажу. Напоминалка, да, о том, что если вдруг почувствовать облегчение, то подозревая себя, может быть, это ложное чувство. Может быть, просто сбежал из какой-то сложной области. Вот сейчас я это формулирую так, да? Самый простой способ решить сложную задачу – это забыть часть... граничных условий. Вот «Сферический конь в вакууме» и все такое – это все из этой песни. Окей. Дальше эгоцентрированное мышление, да? Эгоцентрическое мышление. Оно там есть в двух инкарнациях, да? Там самое простое – чужие дети растут быстро. Очень часто наблюдаешь, стоит тебе отвернуться от чего-то, и тебе кажется, что там все застывает подсознательно. Нужно очень прокачивать свое сознание, чтобы постоянно помнить, что когда ты отвернулся, там тоже действующие активные агенты, они трансформируют систему, они развиваются, и ты не знаешь, куда они развиваются, если ты отвернулся. Ну, фигурально или в прямом смысле этого слова. Ты не наблюдаешь, что часть. Но сам факт того, что оно меняется, да, у тебя в голове должен быть, ты должен понимать, что оно не будет таким же, когда ты повернешься обратно и туда зайдешь. Вот мы подсознательно склонны этот факт забыть. А эгоцентрическое мышление в квадрате – это когда мы пытаемся тем, что мы знаем, заполнить весь вакуум. То есть мы считаем, что наше знание описывает весь мир. Это вообще древнее такое средневековое мышление, когда считалось, что там в Библии и у Аристотеля есть все, да, и там общество циклически разжевывало одно и то же знание столетиями, пока вокруг одной семьи Медичи в Европе не сформировалось что-то прогрессивное. И там появилось удивительное соображение, что если вкладывать в узнавание чего-то нового, в открытие новых территорий, новых технологий, еще чего-то, деньги, то деньги будут приносить знания, знания будут приносить деньги, да, это и в культурном измерении работало, тогда это ходило вместе. И в результате теперь мы, в общем, там празднуем День Колумба, открытие Америки и все такое, да, хотя там в Америке жили люди, там были высокие цивилизации, мы об этом еще поговорим. Но мир стал таким европоцентрированным, и весь исторический ход в целом стал европоцентрированным во многом в силу этого открытия. Например, в Китае этого открытия не сделали, поэтому Китай до сих пор вот мучительно догоняет, хотя был намного более развитым, чем средневековая Европа, когда средневековая Европа породила семью Медичи. Это само по себе очень интересно, да, но я вот помню некоторых коллег, да, там есть много разных теорий про менеджмент, например, там теория X, там теория Y, да, или еще что-то. Я уже даже забыл, это такие древние теории. Ну, ага, наверное, они все описывают. Как? Есть еще теории менеджмента? Ну, окей, вот еще две теории. Теперь они тоже все описывают. Окей, я изучил эту методологию, теперь я ее ко всему применю, потому что она все описывает. Это очень хорошо для познавательного процесса, тут же пытаться применить свое знание ко всему, что обнаруживаешь. Но при этом нужно точно так же помнить, что всегда есть очень много того, чего ты не знаешь. Наверное, то, чего ты не знаешь, оно больше, чем то, чего ты знаешь почти во всех областях. Примеров у меня здесь тоже очень много, да. Например, как мы открывали кафе в Санкт-Петербурге для сотрудников. Теперь я знаю, как работают рестораны, даже, наверное, могу управлять ресторанным бизнесом, но не хочу совершенно. Меня очень порадовало, когда Одизис в тех же примерных выражениях описывал, как он вступал в клуб рестораторов и тоже решил, что открыть свой ресторан будет прикольно. На что он прекрасную формировку написал. Быть доктором не значит не болеть. Это все про это. Дальше. Ну, control dislocation, да, это когда мы считаем, что мы единственный действующий агент. Я об этом уже чуть-чуть говорил, да. Но вот все, что делаю я, приобретает необычайную важность. И если где-то что-то происходит, я должен как-то там типа вот подействовать, чтобы потом быть уверенным в том, что все это происходит только благодаря мне. Да, вот нужно много раз воздерживаться и куда-то не влезать, и наблюдать, как там все хорошо работает, чтобы убедить себя в том, что все работает само, да. А ты должен вмешиваться только в те места, где действительно хочешь что-нибудь поменять. Ну, дальше еще очень много разных примеров, да. Например, вот шоу-стоперы и теории игры, да. Это не теория игр. Теория игр – большая, хорошая наука. А теория игры – это ее упрощенная часть, да, которая говорит, какой ход правильный, да, как минимум тот, который позволяет сделать следующий. Потому что есть проигрышный ход. Ну, в нашей индустрии это очень просто. Клиент приходит и говорит, вы можете написать софт, сделать вот эту систему. Какой правильный ответ? Да. Честный ответ – не знаю. Но если ответишь нет, то никогда и не узнаешь. А если ответишь да, то узнаешь, смог или не смог. Ну, и успешные компании обычно имеют хороший рейд, там, да, там, 80 плюс, 90 плюс процентов успешных проектов. И, там, поэтому ответ, скорее всего, да, он честный, да, но для того, чтобы максимизировать шансы, как в том примере, который я рассказывал про умозрительную игру, все то же самое. Нужно отвечать да абсолютно уверенно, потому что все остальное снижает шансы на возможность сделать следующий ход и узнать правильный ответ. Всякие споры по поводу правильного прошлого. Это вещь крайне непродуктивная, она имеет чисто эмоциональные причины, да, это попытка быть уверенным хоть в чем-то, хоть в том, что произошло. Хотя прошлое зыбко, да, мы помним наши воспоминания, оно трансформируется, и эти споры, они ни к чему не ведут и делают основу все более и более странной, да. Вот, но тем не менее эти механизмы работают, и мы все наблюдаем, как там разные наши страны переписывают свое прошлое. Это очень досадно, и главное, что непродуктивно наблюдать. Ставки вместо инвестирования. Инвестирование предполагает портфель, я об этом сейчас буду рассказывать, а нам иногда хочется сделать большую ставку, вот поставить все, чтобы как бы развязаться с этой сложной ситуацией, пойти ва-банк. Ну, для пощекотания нервов это хорошо, да, но зачастую это ведет к катастрофически плохим последствиям. Там в нормальных ситуациях все ставить никогда не надо. Планы, исследования планом, да, у нас почти синоним. Все идет по плану, это хорошо. А может план был плохой, а может, в общем, все изменилось, да. Ну, все равно, как бы, как идет по плану. И отмазывался по плану, движемся к катастрофе, а все равно звучит позитивно. Вот это тоже момент, как бы, когда мы обретаем уверенность в отнюдь непроверенные вещи, да. То есть план — это наша договоренность чаще всего. В принципе, может быть, часто наступает момент, когда стоит передоговориться. А нет. План же. Ну и логический колосс, да, это тоже один из моих любимых примеров, когда мы вот бродим, те же самые какие-нибудь противоречивые или неполные требования, неотвеченные вопросы, еще что-то, и вдруг находим крупицу знания какую-то устойчивую. Вот это точно так. Иногда это что-то хорошее, типа какого-то инварианта, что как не кинешь, а все равно оно есть. Иногда это случайно обнаруженный факт, который выглядит крайне определенно во всем этом. Например, какой-нибудь кусочек спеки передрали из другой спеки, да, и он поэтому хорошо написан, потому что там лучшие аналитики работали. Где-то до вас там, да, копипейст работает везде. И в этом случае потом начинается, берется этот факт, и на нем достраивается много логических переходов. Делаются далеко идущие выводы. Это достаточно парадоксальная ситуация. Почему? Потому что чем больше логических переходов делается, тем больше растет уверенность индивидуума или группы. Я это много раз наблюдал, потому что много раз сделан корректный логический переход. Но корректность выводов не будет выше, чем корректность исходных посылок. Мы могли таки ошибиться, даже если думали, что делали корректно. То есть она может ухудшиться. Ухудшиться она не может. На зыбком основании не воздвигнуть красивую картину. Но если мы эту картину воздвигли, расшарили, обсудили, то потом в силу инерции, в силу контекста она влияет на нас. Это вот, ну, я наблюдал тоже во множестве проектов, где незрелые, неполные какие-то закономерности были положены в основу дизайнов проектирования. После этого говорилось, что сейчас мы вот реализуем на основе этих закономерностей, на этих общностях какую-то метасистему, на которой потом все красиво взлетит. А потом, когда что-то взлетело на этой системе, любые изменения оказываются дорогими, потому что выяснилось, что на самом деле, ну, как всегда, да, клиент нам, заказчик говорил правду понемножку, чтобы нас пощадить, как бы, да, ногу отрезают по частям. Вот то же самое и здесь. Всю правду не говорят. Это тоже психологическая вещь, поэтому всегда нужно стараться сильно логику не включать до момента, когда мы собрали действительно хорошие, качественные вводные посылки. Ну и теперь, в общем, как со всем этим бороться, да? Я постарался сконцентрировать эти стратегии вокруг трех персонажей. Первые два персонажа здесь — это Ёжик и Лисица. Из любимого мной эссе Исаия Берлина про Льва Толстого он описывал два типа людей. Один тип людей — ежи. Ёж знает одну уловку на наилучшую, а Лисица знает тысячу уловок. Потом это перетащили Коллинз и Коллинз и Порос в своей книжке «От хорошего к великому» и «Построено навечно», там в обратном порядке они их написали, где руководителей крутых назвали ежами. На самом деле, действительно, давайте посмотрим на человека, который не уверен, меняет стратегию, действует разнообразно и на уверенного себе визионера. Допустим, вот такие ежи и лисицы пошли штурмовать Эверест или любую другую сложную вершину. Какую картину мы будем наблюдать в конце? Кого мы увидим на вершине горы? Ежей немножко. Они туда-таки доперлись. Остальные будут по ущельям лежать мертвенькие, как бы, плоские ежики. Они упали и сорвались. Посередине горы будет бегать большое кольцо из лис, такое широкое, которое ищут достаточно безопасного пути наверх, не находят и двигаются в приличном, достаточно высоком, нормальном коридоре. Это типичная картина мира, которую мы наблюдаем. Я дальше расскажу на следующем слайде про Одизиса с его фу, извините, про Талеба с его Украинистаном, Среднестаном. А здесь мы просто сейчас запомним этих двух персонажей. Ежик упертый, последовательный, системный, добивающийся своего любой ценой. Да, к счастью, например, в бизнесе умирать необязательно, поэтому ежи имеют много попыток, и поэтому на вершинах бизнеса большинство тех, кто стал иконами бизнеса, они в значительной степени ежи. Тем не менее, лис тоже в бизнесе очень много, просто они составляют среднюю массу, которая, конечно, большая. Вот. И дальше я еще добавил персонажа из другой книжки, в детстве я очень любил пластинку про сказки дядюшки Римуса, там был такой братец-кролик. Это неунывающий, веселый, хитрый персонаж, который, сочетаясь в определенных пропорциях качества и лисы, и ежика, но он действует на коротком диапазоне. Он никогда не унывает, ни по какому-то поводу не переживает, и когда попадает в какую-нибудь тяжелую ситуацию, то выкручивается благодаря своим чудесным качествам, и благодаря тому, что мир сказочный, добр. И там братец-лис в рации кролика никогда не съедает. И есть, с моей точки зрения, три стратегии, три пути, как выбираться из звука мира. Первая – это стратегия ежа. Быть настолько упертым, что создавать вокруг себя зону порядка. Цереда позаботится о вас. Государства специально разрешают предпринимателям совершать серийные банкротства и не сажать их в тюрьму, ну, по крайней мере, в нормальных системах. Для того, чтобы… Ну, потому что их не хватает, как бы, ежей не хватает, как бы, и для того, чтобы созидать что-нибудь существенное, нужна такая среда стабильности. Вот это все про видение, про способность повести людей за собой. Ну, потом до известной степени ответить за свои слова или не ответить. Дальше есть лиса, которая пытается действовать хитро, разбить все на множество попыток и двигаться вперед. Я сам принадлежу к лисам, поэтому то, что я рассказываю про лис, я рассказываю ответственно. То, что я рассказываю про ежиков местами и про кроликов, это результат моих наблюдений, но это безответственно. Я этого так не чувствую, потому что сам принадлежу к категории лисиц. И, наконец, вот стратегия кролика, да, это просто быть самим собой, двигаться вперед, двигаться из-за этого легче, быстрее других, сметливее других и понимать, что среда добрая, как я уже сказал, да, ежики не разбиваются, кроликов не едят в нашем мире и все такое, общество заботится о всех. И поэтому эту стратегию вполне можно эффективно эксплуатировать. Ну, наверное, если вот хочется, я потом расскажу про источники вдохновения разные, но если хочется подумать о том, как перейти вот в лисий стратегии на что-нибудь системное, на инвестиционную стратегию, то самый хороший источник вдохновения это книжки Ицхака, о господи, что у меня сегодня на Одизисе все сбивает, Николаса Талеба, да, «Одураченные случайностью», «Черная лебедь», «Антихрупкость». И эти книжки описывают два разных мира, два разных подхода работы со случайностью, как они там взаимодействуют с разных сторон. Ну, вот его метафора Краинистана и Среднестана мне очень нравится. Ну, Краинистан, например, мир искусства, да, где огромное количество людей стремятся стать великими художниками, звездами-актерами, чемпионами мира, но достигают высот и хорошо на этом деле зарабатывают единицы, все остальные, в общем, живут не так здорово, да, там, заработанные актеры в Голливуде, там, согласно сериалам, по крайней мере, населяют там все кафе в виде официантов в округе. А в Среднестане, например, находится большое количество программистов, далеко не все из нас становятся ведущими специалистами, там, топовых продуктов, топовых продуктовых компаний в мире и чемпионами там по своему коду, но мы все очень неплохо живем, да, то есть мы находимся в мире Среднестана, потому что, ну, чуть хуже работаешь, чуть лучше работаешь, это не значит, что ты будешь сразу или никто, или все. Нет, тебе будет аккуратно, пропорционально, там, платить, создавать среду, помогать компенсировать свои недостатки на любом уровне, на котором ты находишься. Ну, вот, самое интересное, это как перебраться из, в реальном бизнес-ситуациях, да, из Краинистана в Среднестан, да, и как попытаться реализовывать разные инвестиционные портфолио. Это очень интересно, да. Например, быть терпимыми. Дейтарти — это наблюдение, которое мы получили самым причудливым образом, просто из-за того, что мы были очень человекоориентированы, да, и никого никогда не любили увольнять и могли себе позволить этого не делать, то я вот пронаблюдал за много лет, что у всех менеджеров есть периоды высокого перформанса, да, высокой производительности и низкой производительности. В классической американской системе следует увольнять тех, кто плохо работает и нанимать на их место тех, кто работает хорошо. Это имеет свой логик. А можно этого не делать. По наблюдениям, человек, который когда-то хорошо работал, который когда-то был мотивирован, круто все делал, он потом опять таким будет. Почему у людей случаются спады, я сейчас обсуждать не буду, но феноменологически, да, просто наблюдая, я могу сказать, что это точно так. У всех бывают спады, потом бывают подъемы. Можно людей увольнять, брать. На самом деле затраты, я думаю, получаются примерно одинаковые. Пока с кем-то расстанешься по-хорошему, пока возьмешь кого-то по-хорошему, пока его там зонбордишь, пока он интегрируется в команду, пройдут там на топ-менеджменте, это годы, в среднем менеджменте все равно там полугодия. А вот эти периоды спадов, они обычно тоже от трех месяцев до пары лет, там в зависимости от масштаба личности, чем больше личность, тем больше провалы, они наблюдаются. Ну, перетерпеть вполне можно, и я это наблюдал за множеством коллег. Вот я сам работаю в компании 20 лет, большая часть топ-менеджмента дейтарта уже 15 лет плюс в компании, и я у всех наблюдал вот эти вот фазы. Сейчас к этому можно относиться философски, да, почему-то у человека случился спад по каким-то причинам, можно просто потерпеть, все хорошо, да, главное, чтобы была некоторая избыточность, да, и начальство не слишком дорогое было, иначе оно ляжет тяжким грузом на компанию. То же самое с сотрудниками. Есть люди, кто достигают плата, потом даже некоторого спада, а потом приходит что-нибудь новое, например, там мобильные технологии пришли, и там обрели себя многие те, кто потеряли себя, казалось бы, в неизбежном пути в Enterprise Soft. В общем, много всего интересного можно увидеть, если иметь терпение и хорошо помнить то, что происходит. Затем есть вот необходимость зачастую делать эксперименты масштабные для того, чтобы изучать что-то по ансамблю, да. Вот это, 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 я не знаю, работает ли это, это сейчас главная надежда, очень страшная надежда в дейтарте. Я завтра буду там внутри, компания рассказывает для коллег, по подробнее об этом. Но сейчас там мы провели у себя там некую реформу внутри для того, чтобы повысить операционную эффективность, накопили много денег, и сейчас хотим нанять много продавцов. Почему? Потому что мы хотим найти себе ответ на вопрос, можно ли построить процесс, который заставляет много продавцов, которых можно брать просто с рынка, продавать. Органический рост мы освоили, притягивать людей разного рода, воспитывать внутри себя, да, это тоже не всегда хорошо получается, особенно говорить про продажников. Но это у нас работает, это дает нам устойчивый рост, но мы не можем найти себе ответ на вопрос, можем ли мы за деньги ускорить собственный рост. Мы пробовали разные способы, это дает, в общем, не очень хорошие эффекты, скорее всего от того, что мы плоть от плоти такая, вот среднестановская компания, избегающая каких-то рисков, очень человеколюбивая. И когда мы берем, допустим, одного-двух продавцов, то каждый из них это отдельная история. Пока мы их интегрируем, пока мы что-то можем померить, уже все поменялось, эта история трансформировалась, и никакие выводы делать нельзя. Для того, чтобы попробовать ответить на вопрос, может ли правильный процесс работать, нужно сделать гипотезу о правильном процессе, мы пытаемся ее прикупить вместе с лидером этого процесса, и напихать достаточный ансамбль людей, которые будут в этом процессе действовать. Это дорогой эксперимент, несколько миллионов долларов, вот, не знаю, чем он кончится, абсолютно, вот. Но и так появляется шанс узнать, работает ли процесс. Потому что если там взять меньше десятка человек и сунуть в процесс, то заведомо точно можно сказать, что мы не узнаем, что на самом деле произошло, потому что не будет никакой сопоставимости. Поэтому зачастую, да, как там, вроде как говорят адепты боевых искусств, да, слабо замахиваться, только руку отбивать. То есть в некоторых ситуациях для того, чтобы хотя бы информацию купить за деньги, нужно потратить очень много денег, да, для того, чтобы набирать статистику, нужно иметь много народа, да. Но я могу сказать, что для гораздо более родной мне сапплай стороны, да, со стороны найма инженеров, со стороны роста компании с точки зрения ресурсов, оно так, конечно, работает. Вот как, когда мы были маленькие, у нас было 70 человек, по-моему, работал к нам, пришел ветеран индустрии, рассказал интересную лекцию, и он сказал очень мудрую вещь, что вот любая IT-компания, сервисная, да, типичная офшорка, она проживает сложный-сложный путь от 10 человек до 1000. То есть 10 человек, ни о чем не надо думать, все занимаются, всем все очень просто, и на все хватает. Потом мучительный путь, и потом, когда 1000 человек, начинает на все хватать. На все появляются свои люди, ресурсы и так далее. В целом это правда. То есть, конечно, оно не в точности так, но с точностью до масштаба, да. То есть там компании в 1000 людей управлять уже проще, чем в сотне. Потому что большие числа, оно все работает уже спокойно, да, постепенно у тебя исчезает. Там нервное ощущение на каждое событие, которое произошло. Все события происходят нормально и достаточно часто. На них вырабатываются типичные ответы. Компания хорошо обучается. Поэтому большой масштаб помогает в разных местах, да. Вот. И последняя там вещь, которую можно делать, чтобы быть портфельным инвестором, это смешивать противоположные вещи, да. Это или некоррелированные, или прямо противофазные. Ну вот диверсификация, допустим, в которую мы вложились параноидально после потери клиентов и после кризиса ухода основного клиента, мы на нее продолжаем молиться, да, потому что с тех пор больших потрясений у нас не было никогда. Вот если самый большой клиент по объему сопоставим с твоей прибыльностью, то ни один клиент не может диктовать тебе там свои условия под страхом того, что там у тебя будет какой-то большой кризис, сокращение, еще что-то. И это позволяет в целом компании быть собой, реализовывать свой потенциал, сотрудничая, в общем, с нормальными клиентами и иногда не давать слабину, не загонять как бы там себя в какие-то ловушки. Самое хитрое здесь, да, это выбрать масштаб. Когда время, ансамбль и так далее, да, вот как правильно сочетать масштаб. То есть, например, когда 10 человек, все занимаются всем. Это один способ диверсификации. Когда компания на тысячи человек, да, может быть проект на несколько сотен, и там люди живут в этом проекте, но тем не менее это проект часть чего-то большего, и у нас в этом году мы там остановили достаточно осознанно рост одного проекта, самого большого в компании. Второй по величине просто за стоп, ну, отказались от него в связи с подозрением клиента в нечистоплотности. До сих пор не знаю, правда это или не правда. Может быть, это была ошибка, может, зря мы так. Вот, но тем не менее, так уж, так уж сложилось. Ну, то есть, там точно были подозрительные вещи, и мы не захотели их на себя брать. Не получается у нас быть настоящими пиратами. Вот, и тем не менее, да, просчет был правильный, даже сотни человек, вышедшие там в бенч, да, они совершенно нормально перевариваются, там, и средой, и компанией, и так далее, и больших проблем не возникает. Но вот понимать, как применять эту тактику на каждом масштабе, это есть искусство, да, ну, и об этом можно говорить достаточно долго, если будут вопросы конкретные, да, или потом захочется связаться, мы легко по этому поводу пообщаемся. И последняя вещь, сейчас очень много всякого дейта-менеджмента в текущем мире, и вот новое пришествие в виде искусственного интеллекта, паттерн рекогнишена, который очень в моде, с моей точки зрения, это та же big data, это тот же data mining и все прочее, которое приходит-приходит, подпитывается это как вполне рациональными проектами и задачами, так и мечтой найти какую-то правду в огромном количестве плохих данных, которые собраны несистемно, которые неоднородны, которые плохо атрибутированы, не почищены и всякое такое. Ну, в плохих данных информация теряется, да. Вот это факт, энтропия там, любой системы растет, если данные перемешиваются, сильно взаимозависимы, то потом все это правильно кластеризовать, расщепить, выделить тренды зачастую, в принципе, невозможно. Но про это забывают, говорят, у нас же так много данных, и они хранятся в одной и той же базе данных, в одной и той же структуре. Мы должны сейчас натравить супер-технологии, а сейчас вот мы выгрузим все в огромный флэтфайл, загоним наши лямбда-исчисления, как бы, и извлечем оттуда что-нибудь. Ну, не работает оно чаще всего, кроме вот тех областей, где об этом позаботились, да. Надо собирать данные правильно, да. Это очень интересно, потому что если вы действительно хотите когда-то использовать данные для того, чтобы бороться с лукомиром, нужно заранее продумывать, как их собирать, и как их собирать неискажающим, аккуратным способом. Это большое искусство, потому что если собирать данные неграмотно, например, собирать отчеты со всех, то люди будут писать отчеты, исходя из своих представлений о том, что вы хотите в этих отчетах увидеть, зачастую всякое такое, это будут негодные данные. Если вы там попросите их даже загонять во всякие формочки, какие-то объективные измерения, тоже будут негодные данные, да. Я могу сказать, что хорошие данные, которые получаются собирать в компании, в основном связаны с деньгами, в основном связаны с наблюдением за тем, что происходит, с тем, что люди делают в повседневной работе, и хорошие данные могут быть связаны с какими-то событиями, которые не подконтрольны самой компании. Например, не знаю, там, добровольные присылают, когда клиент назначил нам митинг, рассказывает о своих задачах, мы не могли его заставить, он независим от нас, это нормальное событие, которое учитывают там в любых развитых сервис системах для управления продажами. Внутреннее какое-то там назначение митинга, да, по инициативе продажника, сейчас уже так не используют, потому что очень легко любой продавец будет назначать фулапы, новые митинги, ради митингов и так далее, для того, чтобы дольше продержаться на ретейнере, удлинить свой пайплайн, но совсем не обязательно двигаясь к каким-то продажам. Вот, и, собственно, когда мы запланировали этот сбор данных, мы должны иметь здравые ожидания, когда мы их накупим достаточно, чтобы что-нибудь узнать, мы не должны совершать методологических ошибок, и после того, как наша гипотеза, например, не подтвердилась, не формировать гипотезы задним числом, да, если вы понаблюдали на данные и подумали, а они же подтверждают другую гипотезу, вот это сложный вопрос, потому что зачастую вы собирали данные не для этой гипотезы, а для другой, поэтому ваш, с точки зрения этой новой гипотезы, ваши данные могут быть далеко не столь хороши, они могут быть предвзяты, неправильно отфильтрованы и так далее, таких вот проблем наблюдается сейчас очень-очень много, там каких-то даже ученых регулярно позорят сторонники научного подхода везде, и последний совет всегда сравнивать, вы знаете, как вот когда в проектных, в инвестиционном проектном портфеле, да, всегда нужно сравнивать любую новую инвестицию с тем, чтобы не делать инвестиции, и сравнивать весь портфель, да, и понимать, стало лучше или стало хуже, это единственный правильный способ смотреть, сделает этот проект лучше или хуже, вот точно так же и здесь надо же всегда сравнивать то, что у вас получилось с тем, что вы бы наблюдали бы, если бы все происходило совершенно случайно. Очень много систем в компаниях, очень много анализа, да, делает выводы из картины мира, вознаграждает людей, стимулирует, исходя из картины мира, которая в точности совпадает с картины мира, которая получена путем совершенно случайного моделирования. Если там случайно моделировать процесс продаж, то будет видно, что вот эти успешные, эти неуспешные, особенно если процессы долгие, они коррелированы, то получатся чемпионы, получатся лузеры. Это в совершенно случайном процессе, естественно. Но выглядит это будет солидно. И только основываясь на конечных результатах, понять, что работает, что нет, невозможно, потому что случайность ведет себя так же, да. Если цикл продаж занимает год, а вы обозреваете три года, то эти три года это результат абсолютно бросания монетки. Никакой логики тут не будет в том, кто чемпион, кто не чемпион, если вы не добавили какую-то еще информацию более высокочастотную и не угадали с ней. Следующая вещь это про науку забывать. Давайте посмотрим на два мира, которые сосуществуют в сегодняшней реальности. Вук и мир, я о нем долго распинался, мы его сами породили, он породился, когда мир начал усложняться за счет прогресса, началось усложняться количество обратных связей, обмен информацией и так далее. Вот здесь нарисованы конкистадоры, которые приезжают в американские земли, а справа нарисована какая-то древняя цивилизация, которую порушили. Но на самом деле для меня всегда большим примером там является племя Килумис. Мы жили в Аргентине два года, открывая там офис, и съездили в Сальто. Там есть руины древней цивилизации. Цивилизация была там 400 лет точно, а может быть, существенно дольше, стабильной, достаточно высокой цивилизацией, которая развивала свою культуру, но тоже была в таком средневековье, она не сильно прогрессировала, хотя у них там было земледелие, у них была своя система знаний, и все. И казалось, что так будет всегда. А потом они на протяжении нескольких десятилетий пережили два вторжения. Первое вторжение к ним пришли инки, которые научились передавать данные достаточно причудливыми способами, но научились, и поэтому они быстро прогрессировали. Это была такая цивилизация, отчасти основанная на знаниях. И они с инками начали воевать, потому что хотели защитить свой стабильный мир и сопротивлялись довольно эффективно, хотя и понесли большие потери, но совсем они под инков не легли. Но тут приехали конкистадоры и снесли и инков, и них, потому что конкистадоры были вообще как с другой планеты. У них там ружья были, коварство было развитое уже на тот момент. И в общем, они с легкостью справились с не столь прогрессивными цивилизациями в Южной, ну и в Северной Америке. В Южной Америке были высокие цивилизации, и в Мексике, в Южной части Северной Америки. И вот в этом смысле, да, вот тот мир, который основывался на предыдущем опыте, на идее повторяемости, да, я, вот, мне сходить называть фиш миром, от аббревиатуры, теперь уже честно, из Хака Одизиса, которая говорит, что бывают разные системы хранения данных, там, five, life, first in, first out, last in, first out, то есть, stack, очередь, всем знакомы нами структуры, а бывает фиш, фиш это first in, still here, то есть, все, что вошло, всегда остается, любой опыт ценен, любое знание бесценно, все, что мы в жизни пережили, было не зря, оно все было нам послано для чего-то, и мы должны на всем, что мы знаем, основывать все наше будущее. Значит, тупая идея, с моей точки зрения, но, тем не менее, вот эти фиши-идеи, да, они очень много где встречаются. Ну, вот, в бизнесе фиш-мир, он иллюстрируется законом нарастающих издержек. Кажется, ну, у любой компании есть переменные постоянные издержки, постоянные издержки есть все равно, а переменные на единицу выработки продукции, ну, например, примитивно, если в нашем бизнесе арендовал офис, ну, на каком-то масштабе времени это фиксированные издержки, нужно платить за все помещение, да, а, там, зарплату, да, нужно доплатить, тому количеству сотрудников, которых ты нанял в этот офис, да, для того, чтобы произвести какое-то большее количество, не знаю, там, часов, софта, как бы мы его не мерили, там, да, function point, еще чего-то. То, что мы продаем. Кажется, что фиксированные издержки на любом масштабе времени, они фиксированы, чем больше компания, тем на большее количество юнитов они размазываются, да, тем больше возможностей для оптимизации, поэтому компания должна повышать свою эффективность. Есть такой термин economy of scale, экономия на масштабе. Все с ней сталкивались. Действительно работает до определенного предела. Феноменологическое наблюдение после определенного предела перестает работать по разным причинам. Вот, большинство этих причин лежат в этих самых VUCO-аббревиатурах, да, могут, если это очень большие ресурсы, кончатся и подорожают, но нам до этого всем далеко. Чаще всего происходит просто в связи с тем, что старый опыт становится нерелевантным. Я помню, как меня веселило, там, когда-то, когда я был очень зеленым, там, эре в CMMA 5, да, левел, пятый уровень CMMA. Это была такая древняя оценочная методология, я ее хорошо помню, которая должна была определять мачурность компаний, которые изготавливают софт, и на, вот для того, чтобы быть там на пятом уровне, самым модным, нужно иметь постоянный процесс улучшений. Я все думаю, как может быть постоянный процесс улучшений, что он там идеал, потом переидеал, и так далее, куда-то можно бесконечно улучшаться. Да нет, просто этот процесс должен идти тем интенсивнее, чем более зрелая компания, потому что зрелая компания накапливает огромное количество инерции, квалифицированного знания и так далее. И улучшение – это всего лишь бесконечное приведение всего в соответствии с реальностью. Чем больше компания, тем больше она определяется своим внутренним миром, своей историей, а эта история отнюдь не релевантна неизвестна. Поэтому эти улучшения, суть изменения – просто такой соус, назовем это улучшениями, чтобы не было обидно меняться. А это просто адаптация к постоянно меняющейся среде. Вот это очень важно, потому что, когда я учился в бизнес-школе, мы обсуждали с профессором, который преподавал микроэкономику, можно ли сделать компанию, которая свободна от закона возрастающих издержек. Вот пришли к выводу, что можно, если, например, каждый новый проект начинать с нуля и забывать весь опыт, который был в прошлом проекте. Не будет обучения, не будет икона Миллскаева, но не будет из закона нарастающих издержек. Потому что каждый раз мы будем впитывать все идеи из окружающего мира, как делать, ну, не знаю, когда-то почитали книжку, сейчас посмотрели ролики какие-нибудь, позвали свежих коллег с рынка. Но каждый раз мы будем переучиваться, исходя с текущего бейзлайна и не будем накапливать вот те ракушки, которые потом будут дно корабля делать тормозом его в дальнем плавании. Значит, в УКО-мире, вот есть разные стратегии, которые позволяют избавиться от инерции. Вот одна из идей, это можно стартовать каждый раз с нуля. Это и рефакторинг. Я тут часто рассказываю историю, как когда-то давно, да, я написал большой кусок кода, потом, когда не было такой прекрасной функции, как autosave, выключилось электричество, UPS тоже не было, и в результате весь код дробнулся. Я потом переживал минут 30-40, кофе пил, ходил, злился, потом вернулся, сел и переписал. Переписал намного быстрее и получилось гораздо лучше. Так я открыл рефакторинг, это было 24 года назад. Слово я узнал существенно позже, что это было. Но действительно, да, теперь я точно знаю, теперь я уж, конечно, код давно не писал, но если пишешь какой-то текст, а потом его много правишь, или презентацию делаешь, а потом ее исправляешь, выкинь ее в какой-то момент, сделай с нуля. Потому что накапливающиеся изменения в такой фарш превращают и текст, и презентацию, и все прочее, что получается очень плохо. Поэтому периодически начинать с нуля очень полезно. Любой ценой нужно добывать свежую информацию и по возможности не париться о том, что было в прошлом. Да, это очень важно. Как эту информацию можно добывать? Да, можно спрашивать. Но спрашивать тяжело, да, вот опять-таки в новом проекте. Потому что мы не любим спрашивать, мы не любим общаться, наша культура такая, не про вопросы. И самое плохое, заставил себя спрашивать, спросил, а тебе все равно вот отвечают, как я рассказывал, ногу отпиливают по частям. Да, а бывает, что этот компаунд применяют к одной мышке там в экспериментальной системе не одним компаундом колят, а двумя. Нет, не бывает. Потом, а бывает. Ну, это очень редко. Ну, это же так редко, зачем говорите? А, тремя бывает? Нет, этого точно не бывает. Смотрим в данные. И тремя оказывается бывает, когда реальные данные пришли. Ну, это совсем так редко, что зачем вам об этом было говорить и смущать вас, да? У нас на этом структура данных сделана и все такое, уже систему все построили. Вот, оно так происходит все время, поэтому спрашивание, оно дает смешанные результаты. Даже, вроде как, клиент, который заинтересован, чтобы как на духу вам все сказать, зачастую говорит то, что хорошо звучит, вместо того, что надо действительно сказать. Например, отвечает то, что знает, вместо того, чтобы честно сказать, не знаю. Или молчит. Это еще лучший вариант. Экспериментировать. Экспериментирование очень полезная вещь. Я считаю, что мы очень мало экспериментируем. Когда у нас есть возможность сделать что-нибудь по-разному, дать какой-то выбор, заставить клиента принять решение, можем извлечь гораздо больше информации. Пока еще идет романтическая фаза проекта. Очень мало народу, очень мало проект-менеджеров делают какие-то эксперименты. Например, присылают клиенту письмо, извините, а вот можно я переставлю здесь Майлстона, и вот мы здесь немножко срок поедет. Да, здесь мы чинчий реквест оформим. Пока еще этого можно не делать. Пока кажется, что все впихнется под текущую структуру. Но пока это безопасно, мы узнаем, как данный клиент реагирует на эти вещи, как у него работает механизм. Мы будем экспериментировать, будем исследовать эту территорию, пока у нас есть еще время, запас сил и так далее. Потом будет уже поздно, когда мы подойдем ближе к финальной фазе, когда уже накопится история сотрудничества, инерция и все прочее. Экспериментальный подход, он более чем уместен. Нужно понимать, что people, которые окружают вас со стороны клиента, что внутренние системы клиента и так далее, они, любые новые платформы, которые взяли, они подлежат исследованию, экспериментированию. Они не работают, так как описано в документации, люди не говорят правду, всегда врут пациенты и все прочее. Поэтому исследование, выход из-за границы, специальный подстроенный эксперимент, инвестирование в это очень сильно позволяет снизить вероятность ошибок в будущем. И самое полезное, когда мы планируем, что-то делаем, придумываем, как вместе идти в этом неопределенном мире, это все время говорить про будущее. Даже про прошлое говорить в виде будущего. То есть, вот самая потрясающая бездна проходит между обсуждением, вот то, что мы делали, это было хорошо или плохо. Это, блин, оценочное суждение. Куча людей сваливается тут же в защитную позицию, и дискуссия переходит на личности неизвестно куда. Зачем об этом говорить? Правильно говорить. Если мы будем делать вот так же в будущем или вот так поменяем, будет лучше или хуже в будущем? Это не оценочное суждение. Это не говорит о том, что раньше было плохо. Да, конечно, чтобы люди были эффективны, у всех все было всегда хорошо. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. То, что нас убило, уже нам никак. То есть, мы про это можем забыть. Но двигаться в будущее намного проще. Но сколько разговоров сваливается на обсуждение чего-то в прошлом и доказывание своей правоты, это большой вейст. Поэтому в данном случае вука-стратегии существенно отличаются. Но то же самое можно сразу рассказать про карьерный поиск. Типичные хаджихоловские стратегии доминируют в описании, как надо устраиваться в компании. Изучи все про нее, собери информацию, пробивайся, сдавай тесты и т.д. На самом деле, ежиковая стратегия, она работает, но она такая тяжелая эмоциональна. И на современном IT-рынке она достаточно бессмысленная. Ну, лисья стратегия, она здесь не звучит у меня, да, потому что лиса обычно редко ищет работу. Вот. Лисы хитрые, их не увольняют там, да, и находят работу, они по знакомству. Вот. И то, что постоянно есть еще пару вариантов, как бы, чего, как сделать. Но стратегия кролика тоже прекрасно работает. Будь самим собой, иди не парься. Верь, что кредитный отдел банка лучше знает, там вернешь ты кредит или нет. HR лучше знает, подходишь ты этой компании или нет. Приди, раскройся. И оптимистично, нет, так нет, спасли меня от неудачной компании. Да, так да, пришел к вам, попробовал. Я вот очень наблюдал таких кроликов, да, они не очень эффективны, например, у нас в компании, потому что зачастую не слишком ответственны, там, плохо воспринимаются коллегами, хотя это наш минус, но тем не менее. А вот зато они выживают в очень тяжелой микроменеджерной среде, заструктурированной, так как банковской. Там вот легкомысленные люди умудряются работать, тогда как переживающие, глубоко мыслящие, они приходят к экзистенциальному кризису и выгоранию. Вот поэтому очень полезно использовать легкие стратегии, например, при карьерном поиске тоже, да. А как вот в УКО мире, например, коллекционировать деньги, да. Это тоже интересная тема. И здесь вот фраза принадлежит, я ее услышал от Александра Вадимовича Спиваковского, это сейчас избранный ректор Херсонского университета, который помог нам открыть первый в Украине офис в Херсоне, и от него там тянутся цепочки, в том числе и к Днепровскому офису. И мы с ним много всякого разного обсуждали, я сегодня еще про него чуть-чуть скажу. А он от кого-то тоже услышал, он всегда рассказывает от кого, а я рассказываю про Спиваковского замечательную фразу. Не навязывайся, не отказывайся. Это еще один девиз, который очень-очень полезен для того, чтобы двигаться по жизни. ВУКО мир не возвращает тебе деньги, не возвращает тебе успех детально. Вот здесь поработал хорошо, получил. Вот здесь поработал там похуже, получил поменьше. Нет. Ты много работаешь, получаешь вне всякой зависимости от этого, но чем лучше ты работаешь, тем больше иногда на тебя падает всяких ништяков. Но оно не связано в каждой конкретной точке. Связь глубоко статистическая, волатильная и всякое такое. И поэтому пытаться биться головой о стену в УКО мире зачастую контрпродуктивно. Нужно быть настоящим ежом, чтобы добиваться в этом успеха. А отказываться бессмысленно, даже если тебе кажется, что не заслужил. Нормально, заслужил всей своей честной жизнью. Упал и упал. Я вот мудрость, мудрость банальная, как бы, да, но, например, для меня она звучит как не то, что откровение, а если бы я ее узнал там лет на 10 раньше, чем догадался о том, как надо себя вести. В общем, сберег бы много нервов, по крайней мере. Значит, ну, собственно, я уже останавливался на всяких примерах, да, к про аутсорсинговые проекты, да, и лисью стратегию, наверное, уже осветил в значительных аспектах. Да, ежиковая стратегия, с моей точки зрения, в аутсорсинге вообще плохо работает, потому что в сервисах, если клиент не бывает прав, если ты хочешь самореализоваться за деньги клиента, ты можешь построить нишевую компанию, но это все-таки будет уже там бутик-консаутинг на выходе, еще что-то, да, а отнюдь не такие экстенсивные компании вот нашего типа, которые присутствуют на рынке, которым нужно быть больше, чтобы создавать больше пространства для сотрудников, для развития и так далее. Поэтому ежикам быть очень трудно, с моей точки зрения, лисой значительно легче, эффективнее, большинство компаний такого рода, они, конечно, лисье, да, и тут есть разные моменты, я о них рассказывал на других, о этих итогах, сейчас не буду сильно останавливаться, да, уже все звучало в примерах, два, один момент очень важный, да, это создание резервов, да, вообще диверсификация создания резервов, это два способа, как бороться с рисками, если не знаешь, какие-то риски будут и что с ними делать. Ну, про диверсификацию я уже много рассказывал, создание резервов, ну, понятно, на уровне компании я знаю, что такое резервы, это деньги, запас денег, которые мы храним на счетах, на всякий случай, вдруг что-то случится, который снижает нашу финансовую эффективность, но, тем не менее, там, эмоционально делает нас спокойнее, потому что мы знаем, что ничего с нами не случится долго, даже если, там, что-то случится ужасно, нам клиенты перестанут платить, вот, но вы работаете в проекте, да, менеджер проекта, где менеджер проекта может создать резервы, ну, у него же нет управления, там, там, бюджетом, да, если сэкономил деньги, молодец, проект более прибыльный, но это не значит, что тебе кто-то их вернет потом и скажет спасибо, что дал подержаться за эти деньги, теперь мы их тебе возвращаем, используя их для инвестиций, так, так не происходит на практике, вот, это можно сделать, вот, если объяснить про санкост, как бы пытаться перезапустить проект, но это требует определенной техники, но, мне кажется, что человеческий капитал, социальный капитал, это то место, где можно много резервов спрятать, например, начинается проект, можно сделать так, можно по-другому, если я менеджер не умный, а мудрый, и хитрый, я никогда не буду настаивать на своем видении, если я не знаю, как на самом деле надо сделать, если я не уверен, что вот эта система лучше, эта платформа лучше, этот фреймворк лучше, еще что-нибудь, лучше отдать всегда команде, лучше всегда уступить, дать людям по-своему реализовываться, если кто-то хочет похалявить немножко и себе ленивое расписание взять вначале, может, оно и имеет смысл, зачастую видишь, но все равно эту систему переделывать, давайте сейчас ее соберем кривую, чтобы мы все знали, что кривая, и легко ее в помойку отправили, напишем хорошую, потом будет мучительнее отправлять в помойку, когда мы узнали, что требования были неверные, но я об этом поговорю, я скажу, что это делаю сознательно, вот, но что напрягаться-то, да, но я каждый раз это буду делать так, чтобы улучшить отношения в группе, чтобы народу было поинтереснее, поэкспериментировали, пореализовывали себя, и всякое такое, отношения будут хорошие, народ неусталый, не загнанный, там, моими собственными требованиями, когда придет реальный аврал и шторм, и надо будет все переделывать, я скажу, ну, ребята, вот теперь наступил момент, теперь нужно напрячься, вот, ну, вот так получилось, мы знали, в какую игру играли, зачастую этот социальный капитал легко получается использовать, мне тут можно возражать, не всегда срабатывает, но если есть опыт, если есть человеческие компетенции, то вот наращивание отношений, вкладывание в сработанность, вкладывание в общие ценности, оно таки строит команду, которая потом готова там втопить за то, чтобы остаться успешной командой, я в это все равно продолжаю верить, но и кроличья стратегия, она тоже здесь зачастую работает, особенно, когда работаете на стартап, да, все проекты, наверное, можно поделить на два типа, да, где есть требования, просто мы их не знаем, и где их нет, вот те требования, когда есть, это уже имеется процесс, который надо автоматизировать, есть какой-то софт, который уже это делает, его надо там обновить, реинжиниринг сделать, еще что-нибудь, а есть там, где в реальном времени они придумываются, творит менеджер, творит стартапер и так далее, вот когда мы работаем с такой ситуацией, стратегия кролика хорошо подходит, нужно пилить все с такой скоростью, чтобы выдавать на гора какие-то вещи быстрее, чем успевает придумывать противоположная сторона, тогда вы перехватываете инициативу и чем-то можете управлять, если каждый день выкатывать что-нибудь на оценки, на вопросы, на сверки и так далее, то постепенно вы забираете инициативу, потому что если вы будете уходить на какие-нибудь спринты на 20 дней, то к следующему спринту уже будет меняться видение, будет говориться, что вы делали все не то в половину времени, а люди эмоционально, они уже правда успевают вот эти забыть, то, что они придумали раньше, да, им это уже не нравится, ситуация поменялась, и они прибегают, а если там спринты длинные, то это еще ухудшается, вот в общем, с моей точки зрения, микро, такие дневные микроспринты, да, они могут позволить стабилизировать здесь ситуацию, для этого нужно специальное отношение, скорее всего, должен быть специальный такой презентейшн менеджер, кто каждый день это показывает, кто удерживает внимание клиента, кто теребит его, да, на ежедневной основе, тем, что ой-ой-ой, а мы такое крутое сделали все, и все нужно все продавать, вот мы это так круто сделали, мы вот это вот всю ночь пахали, это отгрузили, вот это вот, а вот мы тут привенечили штуку, и она такую производительность дает, вот этот способ перехватить инициативу, тут скорее всего, конечно, оно все сдохнет, но стартап все равно, скорее всего, сдохнет, как бы, да, вот, то есть выживаемость очень низкая, да, но если будет нефункциональный процесс, как бы, да, то есть я не говорю про нормальный стартап, да, я говорю про типичную, там, ситуацию пока не началось, да, пока еще идет самореализация на деньги инвестора, вот, как бы, ну, все равно вы не напишите хороший софт, переписывая бесконечно то, что уже абсолютно не похоже на то, с чего начиналось, да, можно, можно, можно попробовать иную стратегию, значит, следующая тема, да, мы уже близимся к концу, это управление VUCO-миром, вот, вы уже, наверное, поняли, да, как устроен VUCO-мир, мы не пытаемся достичь какой-то одной глобальной победы, потому что ее достичь трудно, у нас не хватает информации и так далее, по крайней мере, лисий, да, VUCO-мир, он устроен так, что мы пытаемся одержать множество маленьких побед, как говорили коллеги из Microsoft, главное не победить, а побеждать, главное постоянно добиваться успеха в каких-то маленьких элементах, да, соответственно, цель топ-менеджера, который воздействует на среду, да, цель менеджера проекта, который воздействует на среду своего проекта и так далее, это максимизировать вероятность маленьких успешных решений, маленьких успешных реализаций, там, типа, минимизировать вероятность ошибок, багов или еще чего-то. Понятно, что в VUCO-мире ошибок будет очень много и хороших решений будет очень много, от ситуации зависит, какой конкретно процент, да, но уменьшать процент ошибок увеличивать процент успеха это то во что стоит вкладываться то что стоит стараться делать вот ну тут есть романтическая часть да это можно делать с точки зрения эмоционального интеллекта и об этом чуть дальше скажу в последнем слайде это поддерживать по-русски там веру надежду и любовь в команде это так легко запомнить потому что лишенные этих качеств люди скорее всего снижают свою мотивированность и производительность но гораздо веселее здесь выглядит последняя вещь да сначала хочу сказать еще раз спасибо основе чему спиваковского потому что он когда-то мне промыл мозги трехсубъектной дидактикой когда я рассказывал про это в херсонском университете там все очень смеялись потому что он всем это сделал точнее сказать три субъектной дидактикой да идея в том что раньше был учитель ученик потом они стали партнерами а теперь еще среда обучающая важно потому что информация теперь разлито везде да теперь учитель это скорее тренер коуч да то кто фасилитирует процесс самообучение потому что дальше там ученику само обучаться всю жизнь ну и и среда обучающая она должна менеджиться до для того чтобы получался хороший результат вот отсюда идеи воздействия на среду когда становишься топ-менеджментом зачастую подозреваешь себя в том что ты становишься менеджером чайкой да потому что время внимания падает трудно что-то привалить а знаете да что такое чайка менеджер это прилетел накричал обосрал извините и улетел вот это известная метафора я тут наблюдал коллег то это уже там сергею бережному который с нами работает приписывается до нее она большой мем древний древний как бы да вот ну к сожалению чайки становишься по неволе да потому что прилетел улетел это сохраняется потому что вот вот раз в три года прилетели в днепр да и послезавтра улетим это 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 чистой воды чайка можно ли сделать что-то чтобы не быть плохой чайки ну вот я могу предложить алгоритм который иногда получается реализовать я еще только учусь но я считаю что это меня вдохновляет что даже с таким маленьким attention time можно что-то улучшить алгоритм следующий надо если ты видишь что что-то где-то плохо сначала нужно разделить боль ну признаться да что это плохо и что тебе тоже там плохо или еще что-то там вникнуть во всей этой деле да потом разрушить неэффективность просто поломать тот процесс который работает плохо да потом ты можешь принять на себя вину это обязательно извиниться да сказать что я это я все нагадил я начальники я дурак я все испортил да потом дать ресурсы и дать достаточно автономии чтобы там построили новое вот благодаря и если все нормально в компании если новое будет строиться не исходя из старого исходя из текущей обстановке новое будет лучше старого с большой вероятностью не наверняка но с большой вероятностью и сломать быстро ломать не строить потом эмоциональная поддержка ресурс это цена и нужно оказывать тогда ситуация зачастую улучшается иногда это получается исполнить вот в виде такого созидательного чаечного менеджмента да ну и потом самое главное дать автономию и назначить какой-то дальний там типа флоп чтобы не забыть вот и потом может быть через три месяца или через шесть месяцев увидишь с вами пойдешь спросишь как она у вас там и так далее но зачастую тебе говорят что да вот мы молодцы мы сделали хорошо вот не так как ты предлагал но и отлично что этом предлагал я уже не помню я просто говорю что мне в голову пришло надежда была только на то что все соберутся и сделать поэтому иногда меня подлавлива здесь и говорят о зато тебе пришлем кому-нибудь на интервью дашь спеки дашь как надо сделать этот начинаю сопротивляться вижу говорить нет 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 спеков не да вы уж как-то сами сообразить там да потому что я вот такой занятой или еще что-то или потому что если я дам спеки то я буду плохого чайка менеджером потому что я вот как тот заказчик из стартапа да я уже через полгода буду думать все по-другому смотрю его люди полгода оказывается работали да и приносит мне вот вот что мы сделали а это уже не нужно как бы с моей точки зрения и не все должны сами для себя все делать тогда она будет гораздо лучше но собственно эмоциональный интеллект для поддержки среды это модная тоже тема просто новый подход старый эмоциональный интеллект чем заключался он заключался как мы помним стадиях научись управлять там ему своими эмоциями потом эмоциями других людей для достижения своих целей но это мне очень напоминает рассказ про то что дети которые хорошо умеют врать более популярны в своей социальной среде используя действительно существует положительная корреляция между высоким эмоциональным интеллектом карьерным развития менее говорить людям что они хотят услышать все всем приходить мягкие формулировки ни с кем не ссорятся комплименты говорить и так далее там мощные вещи которые повышают шансы на твое карьерное продвижение это никак не коррелирует с твоими деловыми качествами поэтому зачастую обучение всех сотрудников там не в неправильном месте эмоциональному интеллекту она может давать странный эффект как бы да когда все зальется благостью а так так все равно не происходит никто ничему не учится но это неважно вот но тем но тем не менее всех пытаться сделать популярными вместо того чтобы все терпели друг другу но делали дело да это не очень прогрессивно вот для при этом для руководителя эмоциональный интеллект становится все более очень более важным да это импауэринг людей это вот про ту самую веру надежду любовь то есть для меня огромным выводом стало то что как бы если ты руководишь чем-то чем бы ты не руководил ты должен любить людей ты должен быть спокоен уверен в себе должен всегда быть позитивен и сохранять энтузиазм силу должностных обязанностей если ты делаешь эти вещи потому что люди хорошие потому что действительно дела идут хорошо еще что-то потом дела пойдут плохо люди людей ты разлюбишь по каким-то причинам там еще что-то и и и ты будешь плохо делать свою работу нет нужно любить людей нужно быть спокойным уверенным в себе нужно сохранять энтузиазм по работе на самом деле это одна из еще мысли формул которые я не могу коротко как-то отлить но они для меня очень важны да почему я должен сохранять спокойствие потому что работа такая даже если внутри все рушится даже если страшно внешне все равно сохраняя спокойствие ободрей даже если все очень плохо что нормально отреагируй ну так а потом подумай немножко и придумай как дать людям надежду там damage control но сформулировать минимизацию ущерба как большую победу да могло быть еще хуже потому что дашь надежду все пойдут вперед если проект знака как выжить безнадежном проекте не бывает безнадежных проектов любой безнадежный проект должен быть переформатирован героическую оборону как бы с раздачей медалей в конце да тогда он не безнадежный тогда он хороший проект что иначе будет еще хуже вот но этот слайд который обычно уже остается без больших сил и аудитории у меня да и когда-нибудь может быть ему можно посвятить отдельную тему но я здесь не очень хорош на самом деле это про ускользающую простоту из-за сложной комплекте все очень хотят простого мы все время слышим сделайте просто сделайте хорошо еще что то что я могу сказать две идеи которые здесь вращаются первое можно прятать сложность чем пытаются сейчас заниматься разработчики интерфейсов большинству программных продуктов и так далее вот когда прячешь нужно помнить про две вещи первая вещь это то что если сильно спрятал не должно быть ощущение у пользователя потери контроля когда система ведет себя непредсказуемо это плохо ну вот хороший пример управления там сейчас машины становятся все более сложными да но все лучше реагирует на движение рулевого колеса сложность прячет устанавливать всякие системы там трекшина без еще счета еще счета да но она все более и более естественно себя ведет это хороший пример когда машина ведет себя непредсказуемо да там типа изредка такое случается это большая ошибка со в том к сожалению зачастую мы видим примеры когда это работает не так ну самый эпический пример официально признанно это когда microsoft выпустил висту снабдив ее адапта об адаптабельностью это была большой катастрофы когда там виста уходила искать оборудование момент твоего созвона да и терял твою гарнитуру потом вдруг прорывался звук через динамики потом исчезало все потому что она вдруг решила пересчитать свои устройства еще раз найти самое подходящее тебе ну вот зачастую как бы когда мы в луком мире начинаем делать сильно универсальную систему пытаясь настройках спрятать всю сложность мы резко ухудшаем качество подконтрольной системы потому что просто с настройками пользователь может не справиться и если уж спрятали сложность да то в общем нужны люди которые будут помогать все все чинить вот не коллега как раз в в одессе только что приездного рассказывал он раньше до дейтата работу в тикет мастере и он рассказывал что в тикет мастере там огромное количество знаний про то как устроена система просто передается оксакалами потому что она не документирована ничего не известно там до сих пор все живет на каких-то там старых консольных платформах где руками сложными командами все набивается свой язык управления данными все свое это но это это мировой лидера они почти монополисты вот поэтому живут на очень древний на очень древнем айти и все берется из каких-то древних людей которые что-то знают вот и сколько может посуществовать самый кривой софт если эти древние люди есть вот вам нужно всегда среди когда занимаетесь юзер education а он неизбежен при любой сложной системе помнить что вот такие адепты которых нужно подкупить воспитателю будет идентифицировать они единственная источник надежды да в том что система будет ухудшаться и ухудшаться накапливать сложность накапливать неконсистентность но с ней будут продолжать работать потому что надеяться на квалифицированное знание на рефакторинг и так далее приходится очень и очень отчасти и enjoy стратегия очень простая да можно делать очень много простых приложений и надеяться что в как одно из них взлетит только здесь нужно обладать таким вот или кроличьем или ежовым темпераментом до зависимости от того организуете вы фабрику или сами что-то клепаете вот потому что на каждое там вот приложение которое там продалось на appstore тиражом в миллион там или в 10 миллионов скачиваний и заключается в тырканье по экрану приходится там не невероятное количество таких же которым так не повезло такие штуки взлетают и не взлетают по совершенно случайным причинам на самом деле с некоторые потому что они плохие некоторые они такие же хорошие как то что взлетела просто в неудачное время в неудачном месте наказывается как оказаться в удачное время в удачном месте с чем-то не не мудрящим а как быть как можно больше времени как можно большим количеством мест нужно делать огромное количество попыток и заранее понимать что большая часть из них обречено но ваши шансы растут на самом деле вот Вот таким способом даже лотереи хакали много лет, конечно, если интересно, в интернете посмотрите, да. То есть можно что угодно хакнуть, если к этому подходить системно. Ну и, наконец, что делать дальше? Есть масса разных источников для вдохновения. Я когда стал над этой темой много думать, мне очень нравятся всякие фильмы, например. Вот достаточно относительно свежие фильмы, вполне себе голливудские, которые можно посмотреть и которые заставляют задуматься. Вот The Big Short, замечательное кино про тех, кто заработали на рынке секьюритизации саппрайм-ипотеки в США. Термины можно поучить историю интересную, поучить инвестиционного рынка благодаря фильму. Но это же стратегия про ежика. Народ обнаружил неэффективность на рынке, понял, что она сработает. Дальше надо было мужественно стоять и дождаться, когда же она сработает. Там вся драма фильма показывает, насколько, обнаружив что-то и будучи уверенно, это нужно терпеть. Хотя в современном мире что-то очень неустойчивое может неожиданно долго простоять. У них в кино видно, что там все рухнуло намного позже, чем они рассчитывали. Второе кино, мое любимое, конечно, это Moneyball. Как не смешно, да, оно в русском переводе звучит совсем не связанно. Человек, который изменил все. Ну, перевод странный. На самом деле в спорте и правда этот подход изменил все, потому что даже сейчас самые сложные, самые плохо поддающиеся статистическому анализу вида спорта, типа футбола, они все больше и больше становятся манибольскими. В чем суть? Из попытки стимулировать конечный результат, из попытки сделать ставку на суперзвезд, ставка делается на командный результат, на командную игру и на выполнение правильных действий, в правильных ситуациях, как бы, да, на выигрывание единоборств, на отдачу хороших передач и всякое такое. И вот множество этих формирований. Мне теперь очень с того нравится смотреть футбол. Вот и всякое такое, когда я об этом задумался, потому что смотришь, особенно на стадионе, да, смотришь не на, там, на ворота, не на еще что-то, да, ты смотришь на вот эти микрособытия, и тогда у тебя в одной игре целая куча. Ну, вот американский спорт, он хорошо структурирован для того, чтобы четко было известно, когда, на что надо смотреть. Там американский футбол, бейсбол, все разбито на четкие эпизоды, чтобы вниманием можно было управлять легко. В футболе приходится упорно крутить головой и не отрываться от поля, да, даже пиво пить трудно одновременно с отсматриванием футбола, но, тем не менее, там это встречается, да, и чудо происходит, как бы вот все больше команд играют хорошо, все больше супердорогих коллективов не добиваются успеха. Вот посмотрите кино, посмотрите спорт, на это очень интересно смотреть, как такие микросражения статистически перерастают в победы и поражения, в большие успехи, хотя, безусловно, на пути всегда есть и обидные поражения и так далее. Еще интересный вывод про спорт, да, вот сильные команды не падают духом после досадных поражений. Например, на теннисистах услышал комментарий просто во время игры в теннис, источник не успел еще найти, но звучит очень интересно, что проводилось исследование, и чем круче игрок в табеле о рангах, да, теннисном, тем меньше у него корреляция следующего сета с предыдущим по результату. То есть у него нет эмоциональной памяти. Выиграл, он проиграл, он не впадает ни в эйфорию, ни в досаду, он продолжает двигаться вперед, показывая лучшее, что он может. Это очень разумный подход. Вот. И последнее кино, вот, сделано в Америке, по-моему, по-русски, если не ошибаюсь, American Made, про кролика. Как кино, кончается хорошо или плохо, как вы на это посмотрите, да, но человек остался самим собой, даже в самой драматической ситуации, показав, как эффективно это может работать, да. Безумный риск-тейкер, без больших переживаний и без большой отягощающей его памяти, в общем, делает большие дела, очень интересно. И как такого человека используют, да, для, там, своих целей. Достаточно интересное кино. Вообще учиться можно откуда угодно, да, если в мозг что-то засело, дальше начинаешь собирать примеры, наблюдать, учиться делать выводы, потом постепенно вдохновляешься на то, чтобы оптимизировать свое поведение.